ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что стоит, конечно, осмотреть на этот момент. Сиксна на Кузнецова. Кузнецов Ремову. Ремов ищет, кому дать передачу. Михайлов на Зязова. Не проходит 25 секунд. Ну, там, в принципе, немного. 21 секунда уже. Гол! Шайба в воротах Ремов! Да! Одна реализация численного большинства у нас уже есть. И 27 секунд будет еще на реализацию лишнего игрока. А теперь четвером будут играть хоккеисты из Учалы. Зязова передача. И Александр Ремов. Посмотрите, за 11 игр 9 матчей. Ну и плюс сегодня еще передача. И заброшенная шайба. Команды СРРК, который всегда любит пообщаться с нашими корреспондентами. Всегда он дает интервью после матча, несмотря ни на что. Бросок. И шайба в воротах. Там было добивание. Третью шайбу в ворота. Команды Горняк. Карагандинская СРРК забрасывает. Вот вам и второй период. Три шайбы в воротах. 9 минут и 18 секунд играть. Еще там, казалось бы, что-то такое вот непонятное творится у ворот. Но бросок по воротам был. И смогли выцарапать и забросить шайбу в ворота. Павел Крутий. Играет настолько строго в обороне, что не дают. Сопернику разойтись. Законят. Первое звено. Бросок. Еще один бросок. И Рейзвих. Нет шайбы, нет в воротах. А вот здесь уже все-таки удается ее затолкать и запихать туда. Когда на льду лежали там два игрока. Карагандинская СРК. И Рейзвих тоже уже лежал на льду. Там Кропач... Так. Вон Скулда там был. И... Кропачев, да. Виталий. В принципе, закрывали площадку. Зону вратарскую. И Рейзвих уже лежал. Ну, все-таки удалось сушать в ворота. Запихать. Ну, давайте смотреть этот момент. Раз. Рейзвих отбил. Два. А вот она там выскочила. Ага. И совсем другого... Сланга в воротах оказалась. Ну, здесь, конечно, Рейзвиху было тяжело возвращаться в исходное половина в игре. Двадцать пять и две минуты. Это до этого матча. Дальше у Бирюкова двадцать семь. Это хороший момент. Может, получится. Там шайбой владеем. Бросок и шайба в воротах. Александр Борисевич. Да, всегда приятно видеть и осознавать, что забрасывают шайбу в ворота свои воспитанники. Здорово все там сделали. Я думаю, будет наиболее приятный момент наслаждения этим повтором. Да, полностью бы посмотреть, как развивалась эта атака, сколько бросков у нас было произведено. Там фиксации шайбы не было. Очень интересно. Вот он, Крутий, отдавал передачу. Здесь Голоднюк падает. И вновь Крутий на Борисевича. А дальше уже Саша ничего не осталось. Средние зоны шайбы вводят в игру. Мисты Кучалы в зону Карагандинца. Уже сколько раз она попыталась выйти за синюю линию. В моменты с неудобной руки шайбу в ворота отправляет седьмой номер команды гостей. А под седьмым номером у нас играет Денис Мингалеев, нападающий первого звена. Ну вот. Тут, в принципе, неполное первое звено было на площадке. Бросок. Ну и долгое время уже не находятся в зоне Карагандинца. Десять с небольшим минут еще играть. Бросок и шайба в воротах. Здесь уже ничего, конечно, не скажешь. Но разыграли так, как будто бы команда играла в большинстве. Хотя равные составы были. А видеопросмотр назначает главный арбитр. Ну, по-моему, там все было в пределах правил здесь. Ну, не знаю. Давайте будем ждать вместе с болельщиками. Дмитрий Жукенов там 24 номер, по-моему. Шайбу забрасывал. Подождем. Бойчук. Бойчук, Чутинченко и Ионин. Сиксна бросает и шайба в ворота. 5-3. Эдгард Сиксна забрасывает пятую шайбу в ворота команды. Горняк за 6 минут и 9 секунд до окончания третьего периода. Таблицки были к тому, чтобы сравнять счет игроки команды. Горняк из Кучалы. Но не тут-то было, знай наших. Эдгард Сиксна. Эдгард Сиксна. Эдгард Сиксна. Эдгард Сиксна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА